Багучанская ГЭС готовность номер один. Осталось два месяца до ее запуска. Когда начнутся испытания и какие меры безопасности принимаются на ГЭС, расскажет Ольга Дегстерева. 32 этажа, если сравнивать с жилым домом, такова высота бетонной плотины Багучанская ГЭС. К ее строительству приступили почти 30 лет назад. Сейчас практически завершили. Временные донные отверстия перекрыты с прошлого года. С того момента идет наполнение водохранилища. Для того, чтобы приступить к пусковым испытаниям гидроагрегатов, вода должна достигнуть отметки в 178 метров. Специалисты говорят, это произойдет уже к концу сентября. Подходит вода к нужным отметкам. Мы начинаем проводить испытания пусковые на гидроагрегатах. Пусковые испытания заканчиваются комплексным опробованием гидроагрегата, после чего он включается в сеть на промышленную рыбоку гидроэнергии. Остановить пуск первых гидроагрегатов, похоже, уже не сможет ничто. Ни погодные условия из-за малого количества осадков наполнение водохранилища шло медленно. Ни случайный сбой в монтаже оборудования. Все идет по плану, говорят гидростроители. И даже персонал для работы на станции уже подобран. Людей с улицы мы практически не берем. На самом деле, очень хорошие специалисты со многих станций. Это и с северной станции, это и с центральной России. Все профильные специалисты, они прошли, будем говорить, не один десяток лет работы на других станциях, прежде чем прийти сюда. Работать без опыта здесь не получится. Начинка станции впечатляет даже специалистов. Мощность каждого гидроагрегата, а всего их 9,333 мегаватта. Они вообще самые крупные и по массе, и по размерам среди всех произведенных в России за последние десятилетия. И, конечно, особое внимание безопасности. Только за состоянием тела плотины следят около 4 тысяч датчиков. У нас есть временно сейсмостанция, сейчас работает. В проекте 4 сейсмостанции в районе будет гидроузла. Вот, пока только 2 балла приходило от Тувинского землетрясения. В принципе, все нормально. Вообще, сооружения, проводились расчетные исследования, сооружения выдержат 7 баллов. Вот через этот водосброс, здесь его называют основным или водосбросом номер один, проходит сейчас Ангара. Пропускная способность около 2,5 тысяч кубических метров в секунду. Может доходить до 7 тысяч. К слову, скорость падения воды в Ниагарском водопаде меньше около 6 тысяч. На случай экстремальных паводков рядом водосброс номер два. Но его вряд ли будут использовать. Вероятность паводков, на которые он рассчитан, один раз в 10 тысяч лет. Сейчас я стою на гребне Плотины, одной из самых длинных в стране. Протяженность только бетонного тела почти километр, плюс каменная набросная часть около двух. Когда строительство завершат, гребень будут использовать как мост через Ангару. Позже здесь проложат автомобильную трассу. Ну и, пожалуй, главное. Богучанская ГЭС после запуска всех девяти гидроагрегатов войдет в пятерку крупнейших по мощности ГЭС страны. Ольга Дегтярева, Денис Тимошенко, Новости.